Очередной виток развития туристической сферы ожидается в деревне Рускинской. В этом национальном поселке Ханты власти Сургутского района запланировали создание инфраструктуры для привлечения гостей и проведения массовых праздников, а также проекта по продолжению благоустройства арт-парка «Этноград». В населенном пункте побывал председатель районной думы Валентин Полторацкий. Он осмотрел площадки под строительство новых объектов и обсудил несколько проблемных вопросов для Рускинской. Светильники в форме бивни и мамонта, ковер для национальной борьбы Ханты. Все элементы будущей так называемой событийной площади в Рускинской пока только на эскизах. По проекту в центре поселка планируется обустроить сцену, торговые ряды для проведения ярмарок, эту деревню с постройками в национальном стиле Ханты и другие объекты для массовых гуляний местных жителей и туристов. Входит сюда сама событийная площадь, где будет импровизированная сцена для спортивных состязаний. Это под ковер, где борьба у нас проходит национальная. И вот идет аллея в будущем. А вот это что такое? Так, это получается скамейки. Это красивые такие стилистические. Это мафы. Создание площади запланировано как продолжение проекта по благоустройству арт-парка «Этноград». Средства на это районные власти уже предусмотрели в местном бюджете. Работы начнутся в следующем году. Разрабатывается тоже сейчас на данный момент проектно-сметодокументация. И на 2022 год администрация района выделит 37 миллионов на благоустройство. Самое главное – это то, что в следующем году, я думаю, этот проект будет выполнен. В Рускинской планируется и развитие инфраструктуры для проживания и обслуживания туристов, строительства гостевых домиков и кафе. Все это необходимо, по мнению районных властей, поскольку деревню посещает множество людей из Югры и других регионов страны, которые хотят прикоснуться к национальному колориту ханты и манси. Слет охотников, рыбаков и оленеводов – самые яркие из местных праздников. Обычно он собирает тысячи гостей. Перемены в части благоустройства, адресованные жителям Рускинской, также запланированы на следующий год. Здесь решено обновить один из дворов на улице Взлетной. Там нужно расширить именно парковочные вот это вот место. И на данный момент сейчас администрация поселения разрабатывает смету затрат для того, чтобы потом в дальнейшем внести в федеральную программу комфортная городская среда. Не остались в стороне и проблемные вопросы деревни. Один из них касается осадков. От услуг подрядчиков по очистке улиц от снега власти Рускинской отказались из-за низкого качества работ. Организацией уборки территории местные чиновники сейчас занимаются сами. Однако имеющейся техники мало, святуют управленцы. Иногда бывает такое, что не успеваем, техники свои еще не хватает. Председатель районной думы пообещал руководству деревни обсудить с главой района возможность приобретения дополнительных снегоуборочных машин. К Валентину Полторацкому также обратились сотрудники местного музея природы и человека с жалобой на то, что в здании прохладно зимой. Все зависит от того, какая температура на улице. Если на улице становится холоднее, естественно, намного холоднее становится и в помещении музея. У нас существует гардероб, но мы не предлагаем раздеться, потому что некомфортно, естественно, чувствуют себя в такие моменты и сотрудники музея, и посетители. Власти района уже предусмотрели в бюджете средства на подготовку проекта по ремонту кровли и фасада музея. Работы запланированы на 2023 год. По итогам поездки в Рускинскую главный районный депутат заключил, дела в деревне обстоят вполне благополучно, препятствий развитию инфраструктуры для привлечения туристов в национальном поселке Ханты нет. Сейчас народные избранники готовятся к финальному в этом сезоне заседанию Думы, которое запланировано на 17 декабря. На нем депутатам предстоит утвердить бюджет района на следующий год.